Компенсация затрат на газификацию земельных участков, формирование участков для любительского рыболовства. Эти темы обсудили в ходе еженедельного расширенного совещания главы региона с руководителями профильных департаментов. Подробности далее. Сформированные участки для экотуризма, где легально можно будет заниматься рыбной ловлей, находятся на полуострове Канин в районе реки Рыбная и на северном Тимане в районе рек Черная и Великая. Ранее туда довольно много групп, бесконтрольно людей направлялась, вычеркнулась рыба. Сейчас же история примет совсем другой оборот. То есть сейчас это будут абсолютно легальные сформированные участки, где можно будет рыбачить, по принципу поймал, отпустил. С квотами для минимального собственного обеспечения в размере 100-200 килограмм в целом на реку по ценным видам рыбы, таким как лосось атлантический и так далее. Ранее глава региона Юрий Бездудный направил обращение в управление Росрыболовства, чтобы при формировании участков были включены условия по обеспечению прав на вылов рыбы для оленеводов, которые кочуют в этих местах. Это очень важно, потому что действительно традиционно те, кто кочует, привыкли там добывать эту рыбу, и не любительски, а для того, чтобы иметь пропитание какое-то. Здесь важно, чтобы эта норма была сохранена, а те, кто будет там осуществлять хозяйствование, осуществлять прием туристов и рыбную ловлю любительскую, они в первую очередь должны заботиться о природе, сохранять ее и оберегать. Формирование специализированных рыбучастков также позволит привлечь поток туристов и открыть рабочие места. Мы понимаем, что это создаются рабочие места, увеличивается поступление в налоговую базу округа, ну и, естественно, мы загружаем работу, наш окружной отряд дополнительными заказами. Это все вносит теперь контрольный системный характер. В данном участке все будут выставлены на торги в официальном порядке, и инвесторы потенциальные смогут предложить свой проект. В том числе мы, безусловно, будем видеть все эти проекты, оказывать содействие с точки зрения взаимодействия с оленеводческими хозяйствами, чтобы их интересы не были нигде ущемлены. Еще одна тема оперативного совещания – компенсация затрат на газификацию земельных участков, обратиться за которой можно будет с 18 октября текущего года. Те, кто заключили договор на технологическое присоединение после 21 апреля, именно после того, как президент озвучил федеральному собранию поручение о бесплатной газификации, по всем этим гражданам, все эти граждане в праве обратиться в Ненецкую коммунальную компанию за первое отнесение изменения в договор на подключение в части бесплатного подключения, а те, кто уже заплатили, имеют право получить компенсацию. Стоимость подключения на сегодняшний день составляет 70 тысяч рублей. Сумма компенсации будет зависеть от той, которая была уплачена.